МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В году оспаривали 10 мастеров спорта, 70 кандидатов, а также более 100 спортсменок-перворазрядниц. Всем без исключения участницам хотелось, что называется, расправить крылья и выступить идеально. Но даже те, у кого что-то не получилось, не расстроены. Художественная гимнастика не прощает уныния и держит спортсменок в тонусе. Плюс атмосфера турнира бодрит и поднимает настроение. Где-то и выиграла, где-то и нет. Есть элементы, где я не очень уверена, а есть, в которых я полностью уверена. Мне нравится то, что выступаешь под музыку, то, что ты делаешь интересные элементы и делаешь все это с предметом. Я очень хорошо здесь выступила. Я здесь выступаю уже второй год. Мне здесь очень нравится. Я уже очень много раз выступала в других школах и в других городах. Была настроена только на победу. Сейчас настроена только на победу. И буду настроена только на победу. Мне показалось, что этот вид спорта грациозный, воспитывает силу, воли, грацию, выносливость. Три соревновательных дня и борьба за награды получилась напряженной. Внушительную часть медали забрали омские гимнастки. Субтитры создавал DimaTorzok Яна Кукурик из Тюмени – одна из немногих иногородних спортсменок, кому в личном первенстве удалось опередить хозяек соревнований. Я себя настраивала на хорошее выступление. Главное – это не бояться, а делать, как ты умеешь. Вот я себе это говорила, и у меня получилось. Победительницей командного первенства по группе мастеров спорта стала Гармония из Челябинска. В других возрастах и категориях безраздельно первенствовали команды Омского центра олимпийской подготовки. Мы каждой тренировке старались, слушали тренера. Он нам помогал и делал замечания. В целом гимнастки и тренеры остались довольны турниром и уже настраиваются на апрель 19-го, когда в Омске пройдет юбилейный 20-й по счету турнир «Сибирские ласточки». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин